Здравствуйте, меня зовут Ефремов Валерий Анатольевич, я доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского государственного педагогического университета имени Герцена. И сегодня я предлагаю с вами поговорить о русском речевом этикете. Почему? Потому что, как кажется, за последние 20-25 лет в нем произошло достаточно много интересных преобразований. Но в качестве эпиграфа вначале я бы предложил знаменитую фразу Мигеля де Сервантеса о том, что ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Психологи утверждают, что основная функция этикета заключается, как это ни странно, в том, чтобы гасить социальную агрессию. Согласитесь, лучше в метро на лавке уступить место бабушке, чем выслушать массу интересного о том, откуда вы родом, кто ваши родители, какое у вас воспитание и так далее. Вот таким вот образом, гася социальную агрессию, мы с вами и будем говорить сегодня о русском речевом этикете. И в качестве плана я бы предложил следующее. Сначала поговорить о собственности о том, что такое этикет, каковы его функции, ну а потом перейти к трансформациям современного этикета. Итак, речевой этикет – это принятое в данной культуре совокупность требований к форме, содержанию, порядку, характеру и ситуативной уместности высказываний. Очень важно понимать, что речевой этикет отличается не только от культуры к культуре, но и в разные эпохи. Согласитесь, что сейчас услышать в качестве обращения ваше сиятельство или ваше преосвященство было бы крайне странно. Более того, считается, что большинство европейского этикета восходит к довольно-таки известному пласту европейской культуры так называемой викторианской эпохи в Англии XIX века – время правления королевы Виктории. Вот тогда впервые были сформулированы те правила, которые легли в основании и этикета вообще, и речевого этикета современного общества. Напомню, что в XIX веке за столом джентльмен не мог обратиться к барышне с росьбой передать ему ту или иную часть курочки или, например, ножку птички. Почему? Потому что это воспринималось весьма вульгарно и фривольно. В этом смысле интересно, что викторианский этикет описывал не только собственное поведение, но и речь, но и правила коммуникации, правила общения между собеседниками. Ну, например, в негласном нигде никогда не был описан, собственно, сам кодекс викторианского этикета, но мы можем в негласных правилах найти следующее. Никогда не обсуждайте ничего личного в присутствии других людей. Согласитесь, что верное правило, особенно если мы вспомним те разговоры, которые мы можем наблюдать на улице, в транспорте, когда совершенно незнакомые окружающим люди рассуждают о своих весьма иногда личных проблемах в полный голос. Вот это, безусловно, не соответствует нормам никакого этикета, в том числе и русского. Или, например, еще одна из рекомендаций викторианской эпохи. Недопустимо громко разговаривать и смеяться, когда вы находитесь в обществе, на улице или в кругу уважаемых людей. Или никогда не отказывайте в знакомстве, когда вас представляют кому-либо или вам хотят представить кого-либо. Итак, это то, что касается викторианской эпохи. Еще раз подчеркну, что огромное количество правил речевого этикета современного сформулировано было именно в XIX веке. Для того, чтобы показать разницу между культурами и эпохами, можно привести к такой русский фразеологизм, как китайские церемонии. Если мы обратимся к фразеологическому словарю русского языка под редакцией профессора Молоткова, то мы увидим следующее определение. Китайские церемонии. Излишнее проявление вежливости, излишние условности в отношениях между людьми. Ну и в качестве примера можно привести цитату из письма Антона Павла Чечехова к племяннику. Между друзьями и близкими, я полагаю, можно входиться и без китайских церемоний, особенно в грошовых счетах. Итак, интересно, что сам образ китайских церемоний неоднократно используется в русской словесности. В качестве примера можно привести фрагмент из дневников писателя Федора Михайловича Достоевского за 1873 год, где он буквально пишет следующее. 20 декабря я как раз читал статью московских ведомостей о бракосочетании китайского императора. Она оставила во мне сильное впечатление. Это великолепное и, по-видимому, весьма сложное событие произошло тоже удивительно просто. Все оно было предусмотрено и определено еще за тысячу лет до последней подробности почти в 200 томах церемоний. Безусловно, Федор Михайлович утрирует. Конечно же, нет никаких 200 томов китайских церемоний, но сама идея того, что люди другой культуры, в другой части земного шара используют те же самые этикетные и церемониальные формулы, которые используются на протяжении уже тысячелетий, безусловно, не может не поражать современника. Если мы заговорим о типологии коммуникации, то современные специалисты выделяют несколько типов ситуаций, в зависимости от которых мы ведем себя различным образом. Ну, например, есть коммуникация непосредственная и опосредственная. Вот сейчас у нас с вами опосредственная коммуникация, потому что мы не можем с вами вступить в прямой диалог, а если бы мы сидели где-нибудь в кафе и болтали ровно о тех же самых проблемах, то это была бы уже, конечно, непосредственная коммуникация. Очень часто с этой парой ходит другая пара, контактная-дистантная коммуникация. Понятно, что контактная коммуникация – это прежде всего коммуникация визави, тет-а-тет в хокот-нонг, здесь и сейчас в конкретном помещении, в конкретное время. Дистантная коммуникация – это, например, коммуникация с помощью мобильных телефонов, с помощью интернета, ну или каких-либо других средств связи. Очень важная оппозиция, которая определяет наше коммуникативное поведение – это позиция официальной и частной коммуникации. И вот уже здесь происходят разного рода подвижки, связанные с одной стороны с западной модой, с другой стороны с не всегда высоким уровнем речевой и этикетной компетенции собеседников. Я, например, в качестве примера можно привести ситуацию использования «ты-вы-регистра» в русском языке. Обращали ли внимание, что, например, в интернете незнакомые люди и не очень хорошо образованные зачастую начинают свой разговор сразу с «ты», при том, что собеседник может быть гораздо старше или выше на ступени социальной лестницы, поэтому все-таки, безусловно, рекомендуется к незнакомому человеку даже в интернете, казалось бы, в той или иной социальной сети, где предполагается некая демократичность, все-таки обращаться на «вы». Устная и письменная коммуникации тоже принципиальным образом различаются. Согласитесь, что признаться в любви, сказать вот этих три роковых слова глаза в глаза – это не то же самое, что написать письмо. Формально «я люблю тебя» сказанное вслух и написанное на бумаге будет одним и тем же по содержанию, но согласитесь, что то количество усилий, которое нам предстоит вложить в эти три слова, будет серьезным образом отличаться. Ну и важно помнить, что коммуникация существует не только в двух привычных нам формах, как монолог – речь одного человека, диалог – речь двух собеседников, но ведь еще существует и полилог – это речь нескольких собеседников, и это тоже имеет свои правила развертывания, начало и окончание такого рода коммуникации. Ученые выделяют как минимум пять функций речевого этикета, одна из них – это фатическое, то есть контактоустанавливающее. В самом начале разговора мы должны как-то зарегистрировать то, что разговор начался. Это может быть классическое и самое нейтральное приветствие в современном русском языке – «Здравствуйте». Кстати, психологи рекомендуют делать именно такую интенсионную горку – «Здравствуйте». Якобы так мы лучше слышны для нашего потенциального собеседника. А можно выбрать просто полусленговое словечко «хай». Апелятивная функция, вторая функция речевого этикета, связана с привлечением внимания собеседника, выделением его среди других. И вот это одна из болевых зон современного русского речевого этикета, потому что, к сожалению, у нас нет формы обращения к незнакомому человеку на улице или в транспорте. Понятно, что обратиться к незнакомцу словами мужчины или женщины – это чрезмерно вульгарно и не соответствует нормам современного русского литературного языка. Как же тогда быть? Ну, слава богу, в русском языке есть такие слова, как «простите» или «извините». И именно с ними можно обратиться к незнакомому человеку. Здесь нет никакого нарушения речевого этикета. Третья функция речевого этикета – этическая, засвидетельствование уважения. Одна особенно хорошо видна в эпистолярном жанре. Когда мы начинаем письмо, мы должны, обязательно должны обратиться к нашему собеседнику. И здесь мы можем выбрать несколько вариантов обращения. С одной стороны, уважаемый. Пожалуй, это наиболее распространенная форма и наиболее нейтральная. Для того, чтобы подчеркнуть уважение, подчеркнуть пиетет, для того, чтобы подчеркнуть значимость фигуры, к которой мы обращаемся, мы можем использовать и форму «глубокоуважаемый». Тут, правда, конечно, нужно будет говорить уже «глубокоуважаемый Иван Иванович». «Глубокоуважаемый Иван» звучит весьма странно. Еще в XIX веке, до иначе XX века, использовал форму «многоуважаемый». Но сейчас это уже скорее архаизм, и если вы таким образом начинаете ваше письмо, то, скорее всего, вы либо вкладываете иронию, либо стилизуете вашу речь под переписку XIX – начала XX века. Ну и, безусловно, если вы хорошо знакомы с вашим собеседником, если у вас добрые доверительные отношения, то можно обратиться и словом «дорогой». «Дорогой Иван Иванович» – это будет замечательно. Следующая функция речевого этикета – регулятивная. Она позволяет определить статус коммуникации. Дружеская ли она, деловая, официальная. Здесь можно взять финальную часть разговора или финальную часть письма. «Как мы прощаемся?» В русском языке, безусловно, есть несколько десятков возможных прощаний, хотя литературных из них не так уж и много. Мы можем сказать «всего доброго», «до свидания». Уже гораздо снижней будет форма «пока». Кстати, к этимологии этого слова очень часто задают вопрос «пока ничто». И старшее поколение полагает, что форма «пока» – это какая-то придумка молодежи, которая появилась совсем недавно. Так вот, разве этот миф? Если мы обратимся к национальному корпусу русского языка, то мы увидим, что уже герои Федора Михайловича Достоевского так прощаются друг с другом. По всей видимости, перед нами фрагмент клишированной фразы «пока не увидимся», «пока не встретимся», «пока до свидания». И вот отсюда получается вот эта короткая и так раздражающая старшее поколение форма «пока». Можно сказать и «чао», слово, которое появляется в 70-е годы, по-видимому, под влиянием итальянской, в том числе и музыкальной культуры. Потом оно еще и многократно обыгрывалось молодежью, как «чао-какао». Но здесь уже говорить о какой-либо литературности просто не приходится. Скорее перед нами некий образец языковой игры. Ну и очень важное, последнее из тех, о котором мы сегодня говорим, функция речевого этикета – эмоциогенная. То есть, этикет нужен для того, чтобы формировать благоприятную обстановку. И здесь я бы буквально два слова сказал о таком интересном явлении, как «ласковые вакативы» или «аффектонимы». Это слова, с которыми мы обращаемся к любимым, близким, членам семьи, к тем людям, к которым мы расположены, которые расположены к нам. И здесь тоже речевой этикет эволюционирует. Понятно, что в современном русском языке молодой человек 30 плюс не сможет обратиться к своей подруге-голубушке. Скорее перед нами обращение 19 века. В 20 веке совершенно, собственно, в 19 веке совершенно употребительной, правильной с точки зрения нормы, с чего в этикета была форма обращения «дорогой-дорогая». Ну а в 21 веке появилось такое странноватое и актуализирующее в том числе и через интернет обращение как «масся». Ну и в некоторых случаях обращение может очень многое сказать об отношениях между собеседниками. Вспомните классическую сцену из телевизионного фильма «Доживем до понедельника», где учительница русского языка и литературы к одной из учениц обращается «Золоце мое самоварное». И здесь, безусловно, высказано и унижение, и жесткая ирония, и вообще-то на самом деле элементы агрессии. Если же мы хотим посмотреть, как выглядит история русского речевого этикета на протяжении 19-20 начала 21 века, я бы весьма рекомендовал замечательный словарь Анатолия Георгиевича Балакая, словарь русского речевого этикета, который уже имеет несколько переизданий. И вот интересно, что если мы говорим об афектонимах, если мы говорим о ласкательных, звательных формах, то в ней зарегистрированы такие невероятно приятные формы, как «Внученечек», «Гостенечек», «Зазнобинка», «Молодушечка», «Панюшка». Понятно, что все это не характеризует русский литературный речевой этикет, но согласитесь, как много приятного и эмоционально красивого мы находим в такого рода формах. Ну и еще одну книгу, которую можно рекомендовать, точнее, книги специалиста, пожалуй, лучшего специалиста в области русского речевого этикета, это книги Натальи Ивановны Формановской, в которых она подробно и достаточно внимательно описывает не только типологию коммуникации, не только функции этикета, но и правила говорящего и слушающего. Так, например, в книге речевой этикеты «Культура общения» она выделяет целых 9 правил говорящего, но, например, первое правило звучит как «уважительность и доброжелательность к адресату». Или второе правило «Отучитивая доброжелательность, необходимо проявлять уместную в данной ситуации общение». Или третье правило «Не рекомендуется ставить в центр внимания собственное «я». Вспомните, да, в английской культуре, если вы перечисляете участников того или иного события, той или иной вечеринки, то вначале вы перечисляете всех своих друзей и только в конце поставите «and me». Этот ход английский, опять же, этикет, подсказывает нам, пожалуй, правильное расположение людей в том или ином ряду. Или из правил слушающего можно выделить следующее. Слушая необходимо доброжелательно и уважительно, терпеливо относиться к говорящему. Или одно из правил слушающего звучит следующим образом. Необходимо умело вступать в диалог, умело соотносить слушание и говорение. В этом смысле нам невероятно интересно посмотреть, как же выглядит современный русский речевой этикет и какие трансформации он переживает. Я бы остановился с разной степенью подробности на нескольких моментах. Первое. Сразу после перестройки, буквально во второй половине 80-х годов, в большей степени в 90-е годы, в России были предприняты несколько попыток возрождения реалий дореволюционного прошлого, то, что было запрещено или отвергнуться в советскую эпоху. Ну, например, да, мы помним, как часть градоначальников стала называться губернаторами, иногда полушутя, но не совсем не обидно, области называют губерниями и так далее. Вот сюда же можно отнести и попытки возвращения к дореволюционному этикету. В связи с этим можно остановиться отдельно на все-таки ошибочном обращении дамы и господа. Многим кажется, что это правильное обращение к смешанной гендерной плане аудитории, но здесь нужно оговорить одну очень серьезную мысль. Дело в том, что в дореволюционной России форма «господа», форма множественного числа, относилась и к слову «господин», и к слову «госпожа». Поэтому, если мы представим себе ситуацию дореволюционного общения, то к гендерно различной аудитории можно было обратиться только «господа». А вот «дамы» и «господа» – это пример того, что в науке называется семантической калькой с английского «letters and gentlemen». В этом смысле я бы хотел еще раз подчеркнуть, что да, в современной России мы часто слышим обращение «дамы» и «господа», но это не соответствует практикам 19 века. И еще одна из идей, связанных с возвращением к дореволюционному этикету, прозвучала, как это ни странно, более полувека назад. В 1964 году, в эпоху оттепеля, Владимир Алексеевич Слаухин, знаменитый писатель, относящийся в том числе к деревенской прозе, в ежедельнике недели опубликовал статью, которая называется «Давайте поищем слово». И вот в этой статье он, пожалуй, впервые заговорил о том, что в современном русском языке не хватает вот этого правильного, правильного, корректного обращения к незнакомому человеку. Позвольте себе прочесть небольшой фрагмент из этой статьи. Что ж было бы всего приятнее или всего красивее сказать женщине, подавая ей оброненную перчатку? Самым большим удовольствием я бы ей сказал чисто по-русски, «Сударыня, вы уронили!» Слышу многоголосый гул «Эва, куда занесло, не привьется ни в коем случае». Я и сам уверен, что, выйдя на улицу, не услышу вокруг себя всюду «Сударыня, не скажете ли, как пройти на улицу Качалова?» «Сударь, будьте любезны, скажите, который час?» Я уверен, что ничего подобного я не услышу. Но Слаухин говорит о том, что вообще-то этикет меняется, и что в 30-е годы в России не было министров, но были наркомы, да, в России не было офицеров, но были отдельные чины. И, собственно говоря, почему бы и сейчас, в середине 60-х годов, нам не вернуться к употреблению сударь и сударыня. Беда заключается в том, что русский речевой этикет в XIX веке был очень жестко социально стратифицирован. И обращение сударь и сударыня – это всегда обращение либо людей одного достаточно высокого класса, либо обращение низшего починок к более высоким. Напомню, что и сударь, и сударыня – это ведь слова, которые восходят к слову «государь», «государыня» из-за частого употребления, ну и в силу других внутренних языковых механизмов, слова сохранились именно в таком виде, как «сударь» и «сударыня». К сожалению, вот эта попытка, о которой Салаухин говорил еще в середине 60-х годов, так и не реализовалась. По-видимому, так мы и обречены в ближайшее время обращаться к незнакомому человеку, как «извините» или «простите». Хотя можно вспомнить, что в одной из систем быстрого питания в корпоративном речевом этикете именно слова «сударь» и «сударыня» используются для обращения к потенциальному клиенту. Еще очень важная речевая особенность, которая характеризует этикет конца 20-го, начала 21-го века – это негативная вежливость. Сама идея негативной вежливости восходит к очень известным работам австрийской исследовательницы Ренаты Райтмар. В частности, в одной из книг, которая называется «Прагматика извинения», Рената Райтмар очень подробно останавливается на разнице между вежливостью русских и вежливостью немецкой или английской культуры. И вот в этой работе она вводит очень важное понятие, которое совершенно не соответствовало русскому речевому этикету, ни 19-го, ни 20-го века. Вот как определяет этот термин сама исследовательница. «Негативная вежливость выражает дистанцированную позицию. Она основана на стратегии избегания. Негативная вежливость включает сдержанность, официальность и владение собой. Всевозможные угрозы для авторитета адресата сглаживаются с помощью извинений и перемены темы». И еще раз подчеркнем, и Ренаты Райтмар, и современные исследователи утверждают, что такой негативной вежливости не было в русском этикете предпочередствующих эпох. По всей видимости, это влияние западной культуры. И в этом смысле, если в позитивной вежливости главное было выразить симпатию к человеку, проявить свою заинтересованность в хороших отношениях, засвидетельствовать принадлежность той или иной группе, то в негативной вежливости, это тоже вежливость, но в негативной вежливости главным становится подчеркнуть независимость личности, удостовериться в недопустимости вторжения в личную сферу индивида. То есть мы вежливы просто потому, что должны быть такими и ни в коем случае не должны проявлять никакой симпатии, любезности и так далее. В этом смысле интересно, что Ренат Райтмар говорит о том, что именно положительная, позитивная вежливость и называется в русском языке вежливостью, и она связана с такими очень важными для русской культуры понятиями, как забота, сердечность, откровенность, доверие, поддержка. Все вместе это и создает вот это вот поле душевности, о котором так часто говорят иностранцы применительно к русским разговорам. В отличие от позитивной вежливости, в негативной вежливости все строится ровно наоборот. Это желание обойти молчанием все то, что может расстроить кого-либо, не докучать никому никакими личными проблемами, не интимничать и так далее. И в этом смысле Рената Райтмар говорит о том, что есть вежливость солидарности, и это русская позитивная вежливость, и вежливость сохранения дистанции, и это негативная западная вежливость. В качестве примера такого рода осмысления я хотел бы вспомнить знаменитого персонажа одного из рассказов Василия Макаровича Шукшина, Боя. Это персонаж, так же как и ряд других, относится к типичному для творчества Шукшина типажу чудиков. И вот главный герой этого рассказа, видимо, проговаривает что-то очень интимное, очень шукшинское. Он говорит о том, что всю жизнь я боюсь чиновников и продавцов. Да, в Советском Союзе была другая форма вежливости, не негативная и не позитивная, а скорее индифферентная. То есть мы можем вспомнить классические еще черно-белые фильмы, в которых показано, как продавец, например, вообще не хочет общаться с покупателем, да, собственно говоря, а что можно было найти на прилавках, и какие душевные разговоры можно было вести с продавцами. И если мы опять же вспомним рассказ Чудик, то помним, как мучится главный герой перед тем, как ему задать тот или иной вопрос продавцу. И в этом смысле, безусловно, позитивная, положительная вежливость – это очень важная составляющая русского речевого этикета. К сожалению, в конце 20-го, начале 21-го века у нас появляется еще и негативная вежливость. В качестве еще одной особенности я бы хотел обратить внимание на трансформации обращений и форм имен. Смотрите, еще в конце 20-го века официальной формой обращения к тому или иному взрослому человеку была двучленная форма по имени и отчеству. Например, ко мне можно было обратиться и нужно было бы обратиться, как Валерий Анатольевич. В современном корпоративном этикете, в современных деловых отношениях, в современной переписке, тоже не всегда деловой, скорее эта форма заменяется просто на имя, только имя, правда, в полном варианте, плюс форма «вы». То есть от Валерия Анатольевича мы уходим к Валерии «вы». И, собственно говоря, казалось бы, в этом нет ничего сложного, и более того, это, наверное, даже удобно для собеседника, потому что вместо трехчленной формы полного имени, фамилии, имя, отчество, нам достаточно запомнить только фамилию и имя. Но дело в том, что отчество – это очень важный атрибут русской речевой культуры, ведь отчество – это, собственно говоря, имя отца. И если вы хотите что-то высказать Валерию, то вы можете теоретически обратиться к его отцу, и вы знаете, что его зовут Анатолий. Таким образом, я несу ответственность не только за себя лично, но и, условно говоря, за весь мой род. Не случайно так важно для русской культуры идея Ивана «Непомощь и вродство». Таким образом, мне кажется, что вот через это маленькое изменение в русском речевом этикете, через отказ от отчества, мы все-таки теряем какую-то национальную идентичность. Замечу, кстати, что отчество вообще характерно, в первую очередь, для восточных культур. И в этом смысле мы, конечно, в большей степени тяготеем туда, нежели на Запад. Еще одна интересная особенность, о которой тоже много писали в конце 20-го, начале 21-го века. Обратите внимание, как общаются родственники разных поколений в современной семье. Когда я был маленький в Советском Союзе, то есть в 70-80-е годы 20-го века, я обращался к своим родственникам, как к тете Вере, дяде Саше, дяде Коля и так далее. И это было, собственно, правильной формой обращения к человекам, которые входят в ближний круг твоей семьи, являются прямыми родственниками. Мой племянник, с которым у нас чуть больше 20 лет, называет меня Валера, не дядя Валера. И меня это совсем не задевает и не коробит. И вот мы уходим от представления об этих родственных отношениях и просто заменяем их именем. Страшно ли это? Нет, не думаю. Но то, что это стоит отметить, то, что об этом нужно говорить, то, что над этим стоит поразрушлять, безусловно, факт. Ну и то же самое мы можем сказать о именовании политиков. Дело в том, что буквально едва ли не зарегистрировано, что во второй половине 80-х годов впервые, по-видимому, это сделала такая очень демократичная и существующая на разных языках газета «Московские новости» применительно к первому президенту Советского Союза, которого звали полностью Михаил Сергеевич Горбачев. Но впервые, по-видимому, «Московские новости» стали использовать укороченную форму Михаил Горбачев. Понятно почему. Потому что при переводе на английский, французский, немецкий полная трехчленная конструкция неминуемо утрачивается, ибо в западных языках нет отчества. И вот после этого журналисты как будто бы открыли ящик Пандоры. Собственно, Борис Николаевич Ельцин в полном наименовании существовал только небольшое время, а дальше все газеты, все журналы, средства массовой информации стали использовать просто сокращенную форму Борис Ельцин. Обратите внимание, как нынешних политиков называют в средствах массовой информации. Полное имя, отчество, фамилии используется практически только к президенту. Все остальные у нас сохраняются без отчеств. Ну и еще маленький сюжет, связанный с трансформациями речевого этикета. Я бы хотел напомнить, что в русском языке в конце 20-го, начало 21-го века активно расцветают вульгаризмы. Напомню, что под вульгаризмами в науке понимают немотивированные заимствования и прежде всего в области речевого этикета. Самый универсальный вульгаризм, который существует во всех языках мира, это англицизм «окей». По-китайски он звучит, например, «окей». И вот когда мы используем такого рода мелочь, казалось бы, ну что страшного, что мы говорим «окей». Но давайте подумаем, какое количество разных исконных русских слов можно было бы использовать в ситуации «окей». «Согласен», «да», «хорошо», «пусть будет», «безусловно», «добро» и так далее и тому подобное. И вот получается, когда мы из этого богатейшего спектра ответов выбираем только одно короткое слово, это все-таки обедняет наш словарь, это все-таки делает этикет проще и в чем-то примитивнее. И в качестве последней мысли я бы хотел процитировать достаточно интересную идею знаменитого лингвиста Максима Аниши-Крангауза, который говорит о том, что, по-видимому, старшее поколение рассматривает результат изменений в этикете как простое или случайное нарушение. Ну, списывая на невоспитанность молодежи, на то, что младшие, как всегда, не знают норму, а старшие пытаются за нее держаться. Но интересное заключается в том, что изменения в речевом поведении и речевом этикете происходят и при том весьма значительные. И над этим надо думать, это нужно осмыслять, об этом нужно говорить. Это лишь малая часть того, что можно было бы успеть рассказать в рамках мини-лекции о тех процессах, которые происходят в современном русском речевом этикете, но и в качестве заключения мог бы дать один простой совет, лайфхак. В случае затруднения, если вы не знаете, как правильно обратиться, попрощаться, начать разговор, закончить его, вступить в него, ориентируйтесь на то, как это делают представители старшего поколения. Может быть, это будет звучать немножко старомодно, но зато точно никогда не вульгарно. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok